здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика я сегодня вам просто хочу такое видео снять показать свою мастерскую первое я прям стою в центре помещения вот так вот немножечко я вам покажу это подвальное девчонки помещение мы его сами дерли переделывали вот видно плитка с какой-то с каким-то клеем тут раньше был педикюрный салон вот в общем вот это все мы сами делали кроме этой плитки стеночки это все обдирали сашкой убили ли все все это мы делали как бы с нуля так первая машинка моя это минерва вот видно старенькая старенькая она у меня много лет переделанная на 220 вот вольт вон розеточка и щет без одного ремонта только смазывая ее так что девчонки не пожалейте денег бэушным какую-то промышленную машиночку она вам будет служить долго и верно вот она вторая конечно наверлок у меня я его купила в кредит тоже на 220 с экономным мотором называется он фирма серуба я не знаю в россии продают этой фирмы или нет но здесь они очень распространены эти машинки они полностью аналоги дорогих машинок я вам скажу это у меня пять лет тоже отлично ни одного ремонта ремонта одни только нажим то чем масло доливаем и все вот что касается моего оборудования это две машиночки мои вот сверху полочка мои ниточки так дальше передвигаемся уголок такой девчонки смотрите у меня здесь такая картинка это мне подружка подарила я ее в рамочку и повесила я вам прочитаю мои мечты сбываются желание исполняется все цели достигаются приз на прекрасной жизни вокруг мои доходы множатся и все как надо сложится я знаю что вселенная мой самый лучший друг вот поэтому я этот стишочек или аффирмация что это я его так вот рамочкой но неудачно повесила потому что вот эта вторая полка для чашечек она появилась попозже было только это с чайниками с кофе потом вот эту полки кстати тоже это обрезки из хозяйственного магазина это все собиралась мандала у меня то тоже я ее сама делала тоже лет 7 уже она мне все время в мастерских так и тут вот такая раковина я же говорю был тут педикюрный салон не знаю вот ну так она и осталась мешает она конечно мне гладильная доска тоже из доски сделана обтянута на стенку при приколочено вот мой велотренажер на который я очень редко сажусь к моему стыду и там кстати под шкафчиком висы тоже уже боюсь становиться ну ничего так вот здесь вот все мои все прибамбасики разные такие мелочевочка вот в папочках видно выкройки там тоже полка с книжками вот еще мой кардиганчик моя мадам модель на которой я все все снимаю зеркало так вот это потайная моя дверь за которой у меня еще одно помещение она тоже подвальная какие-то ну она не сделана там вот мое отопление девчонки вот это все что у меня здесь зимой топит по поэтому я всегда в свитерах в куче свитеров в куртке снимаю зимой сейчас конечно уже в платежке вот мой компьютер на котором я вкладываю видео столик столике тоже там видно и вязание всякие кнопочки вот все вот это вся и в одних короче в столе в самом то же всему мне все вот это как бы в этом напичкана еще свой один угол я вам покажу который находится за этой потайной дверью вот окошко моем вот стол на котором я снимаю резетку не убрала лампа там вверху вот это я приспособила это вообще-то вот это штукенция она для этого для бижутерии но я ее приспособила на такие маленькие видите вот все эти кеточки кружавчики железные всякие при бомбасик и карту которые я постоянно где-то руюсь еще а тут мне удобно потому что я все вижу и достану все что мне нужно вот в принципе вот я прям по центру пройдусь маленькая комнатушечка вот такая вот она и сейчас мы с вами пойдем еще взглянем в нашу потайную дверь вот моя тайная комната девчонки вот это две такие угловые полочки мне тоже саня сделал здесь у меня остатки всех тканюшек вот кто кто меня корил за то что я много обрезаю я просто не знаю куда это все девать это ну есть тут видно где побольше как бы тканюшка там из нее еще что-то можно сделать в основном это остатки тут у меня вот софтчел тут такие тепленькие тут у меня все рибана кулирка интерлок вот это все 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 это все остатки вот это вот рибана это полочка а тут все такие остаточки подальше тут такие плотные ткани то есть не трикотажные вот эти две полочки это моя это машинка бытовая которые что-то не недолюбливают вот здесь в этом я спрятала потому что очень много из таких мохнатых тканюшка летит всякой гадости ну вот показала я вам свой склад вот издали то что за моей спиной я вам показывать не буду потому что там стиралка старая она не старая мы ее стираем чтобы в квартиру все не нести в этом мешке вот смотрите зеленый мешок в нем девчонки все остатки о которых я говорила я их собрала и вот уже немного часть отдала на детские садики вот отчасти еще пытаюсь найти хозяина потому что выбросить мне жалко мне бы это использовать все вот это вязальная машинка старая мне отдали не могу к ней добраться я раньше вязала на вязальной машинке в принципе все а внизу и вот еще если видно коробочка вот здесь я тоже остатки все собрала которые я хочу перерезать на вот эти полоски и использовать на вязание коврика вот и все за спиной у меняешь говорю шкаф с консервацией холодильник стол такой в общем это подвал так что вот в таком подвале я живу можно сказать так живу в основном все время вот я захожу в свою мастерскую вот так вот это все выделите девчоночки надеюсь вам было интересно с вами была века и школа рукоделия всем пока